Депутат демократ Как бы то ни было, мне представляется важным отметить следующий момент. Через это обращение ДПМ показало, что она на самом деле думает, о чем беспокоится и чего опасается. А значит, нам есть что обсуждать и, возможно, даже делать прогнозы. Вы смотрите программу «Дело принципа». Меня зовут Людмила Бельченкова. Здравствуйте. Гости эфира. Фадей Нагачевский, эксперт в области права. Добрый вечер. Здравствуйте. Политолог Корнелю Чуре. И вам добрый вечер. Добрый вечер. Вот, прежде чем мы будем говорить, конечно же, об инициативе Сергея Сырбу, вот все эти эфиры я начинаю с того, что спрашиваю моих гостей, как они оценивают сами эти выборы. Вот, сегодня много комментариев, как вы знаете, но мы с вами еще живем в Республике Молдова, поэтому мы прекрасно понимаем, что пока нет окончательного решения Конституционного суда, да, то у нас, как бы, люди склонны делать разные прогнозы. Пожалуйста, оцените эти выборы и, если можно, ваш прогноз на будущее решение Конституционного суда о легитимности. О легитимности нет, Конституционный суда выдаст решение не о легитимности выборов, а состоялись ли они или нет, как бы признают, и я думаю, что оно будет положительным. В принципе, причин объявить их недействительными, я думаю, нет, потому что все, в принципе, иностранные миссии, как западные, так и восточные, признали правильность выборов, корректность выборов, конечно, сделая определенные замечания. Хотя, например, если касаться Приднестровской, проблему в нашем случае, то не совсем понятно, как решать эту проблему. Но я считаю, что, в принципе, выборы показали, что наша электоральная демократия с определенными проблемами, но функционирует в режиме относительной нормальности. Как я их оцениваю? Я оцениваю успешными, опять, относительно успешными для демократической партии, естественно, для партии Шора и относительно неуспешными для социалистов и правых. Но все может поменяться в связи с переговорным процессом, который должен начаться, поэтому проигравшие могут стать победившими и наоборот. — Знаете, вот есть такое простое определение, когда говорят о выборах, говорят честные выборы, нечестные выборы. Вот если я вас попрошу с этой точки зрения. — Нет, там есть два. — Потому что есть много людей, которые убеждены в том, что они были нечестны. — Есть корректность и честность выборов. Одно относится к самому процессу до выборов, и второй термин относится к подсчету голосов, кто проходил процесс в день выборов. Всегда у нас больше проблем к той части, которая относится к самой избирательной кампании, что было до этого. То есть оппозиция считает, что было много нарушений. Мне кажется, нынешние выборы мало чем отличались от других выборов. То есть относительно честные они. И вот эта оценка, мне кажется, правильная. — Спасибо. — Вам слово, согласны ли вы с утверждением господина Чурьевна? На самом деле эти выборы были разнообразные, свободные. Но если говорить с юридической точки зрения, то, в принципе, эти выборы проходили без правил игры. Значит, у нас есть электоральный кодекс. Но, невзирая на то, что есть электоральный кодекс, у нас была и коррупция, коррумпирование избирателей. У нас был административный ресурс. У нас был и так называемый электоральный туризм. Все было. Все было позволено. Значит, вот ни одно непонятно. Если в законе написано, что это нельзя, это нельзя, это нельзя. Центр избирком позволяет такое, чтобы оно происходило. Это нормально и ненормально. Это транспарентно. Это свободно. Я не знаю, если это свободно. Да, я читал рапорты международных наблюдателей. Они все сказали, что было свободно. Да, свободно до беспредела, в принципе, проходили эти выборы на территории Республики Молдава. Да, были разные ситуации в 2014, в 2015, в 2016. Но есть одно «но». Никогда еще не было аннулировано 150 тысяч голосов. Что значит аннулировать 150 тысяч голосов? Кто-то мне может объяснить. Это 10% из голосов, которые были выданы избирателями, они были аннулированы. Чьи это голоса? Почему они были аннулированы? Они могли бы поменять, в принципе, вот картину, электральную картину послевыборную? Или не могли бы поменять? Приднестровье – это отдельный случай. Там просто открытое коррумпирование избирателей шло в день выборов. Реакции, в принципе, никакой мы не видели. Во всех рапортах международных наблюдателей, в принципе, написано по поводу того, что было коррумпирование. Были сигналы по поводу коррумпирования избирателей. По крайней мере, до данного момента я не вижу никакой реакции. В принципе, я знаю, что ЦИК обратился по какому-то обращению одного электрального конкурента. Он обратился в полицию. А что дальше произошло, мы не знаем. Мы ждем, у нас всегда транспарентности ноль. Мы ждем в Конституционный суд, что там предоставят в этот Конституционный суд. И что он предоставит, по вашему мнению? Вот господин Чури считает, что скажет, что все было, что все соответствовало. То есть подтвердят мандаты, я так понимаю. Я, в принципе, согласен с господином Чури, что нынешнему правлению, в принципе, выгодно утвердить эти выборы. Тут столько непонятностей произошло в этих выборах, что лучше их побыстрее бы утвердить. Вот я вам одно скажу. В электральном кодексе написано, что для одномандатников нужно голосовать только по прописке. Было выдано 15 января 2019 решение ЦИК, нормативное решение ЦИК, которое позволяло голосовать не только по прописке, но и по временной регистрации. Значит, были очень много вопросов в этой электоральной кампании, которые, в принципе, если вдруг они всплывут и начнут много общения, то это может привести к тому, что эти выборы будут нелегитимными. Для этого, в принципе, сейчас нужно, вот я понимаю, какая-то тишина, чтобы было побыстрее, чтобы передал рапорт Конституционному суду, и тот быстренько, чтобы собрался и утвердил эти выборы. Потому что для правительства, для нынешнего правления 30 мандатов или сколько у них там, это нормально, в принципе, вот вокруг этого 30 сделать 50-51, исходя из того, что там есть 7 от партии Шора и еще 3 независимых, ну, это означает еще 11. Шансы большие получить это большинство, невзирая на то, что у них только 30. Я правильно понимаю ситуацию? То есть сейчас должны вначале рассмотреть все жалобы, прежде чем Конституционный суд выдаст... Давайте я вам так скажу. Вот были поданы какие-то исковые заявления против нарушений, которые происходили в Приднестровье. В 2016 году, в принципе, Конституционный суд сказал, что тогда что произошло? Были поданы разные жалобы в разные судебные структуры, либо избирком, и тогда Центр избирком говорил, и судебные структуры говорят, что это компетенция, эксклюзивная компетенция Конституционного суда. Тогда Конституционный суд в 2016 году сказал, что уважаемые судебные инстанции должны рассматривать по сути все эти жалобы. Вот сейчас были поданы разные исковые заявления против Приднестровья, скажем, вот избирательного процесса в Приднестровье, что делает наша судебная система. Она выдает определение о возвращении искового иска, потому что это компетенция, в принципе, Конституционного суда. В принципе, повторяется ситуация 2016 года, суди не хотят рассматривать это дело, и вот эти определения выдаются очень быстро. Я понимаю, что до понедельника, когда не будут никаких судебных разбирательств, ничего не будет, и в понедельник, вторник уже Конституционный суд спокойно сможет собраться даже в воскресенье и вынести быстренько это решение об утверждении этих списков депутатов. Поняла, да. Мне кажется, можно было бы снять многие вопросы, если бы накануне выборов не были бы утверждены судьями Конституционного суда члены Демократической партии. Это дало повод очень многим аналитикам ассоциировать решение власти и решение Конституционного суда. Для вас это не секрет. То есть все говорят, что Конституционный суд у нас принимает решения, такие, какие говорят Демократической партии. Имеют ли право эти утверждения на жизнь? Ну, нужно судить по тем решениям, которые выдавал Конституционный суд вообще в последнее время. И, в принципе, можно считать, что эти решения редко, когда противоречили воле Демократической партии. Хотя, например, вот решение по президентским выборам, по возможности проведения президентских выборов в 2016 году, конечно же, несколько так смутило многих, потому что вроде бы они были невыгодными Демократической партии. Ну, что вам сказать? Обычно и в демократических обществах, если тот иск, который подается в Конституционный суд, не противоречит прямым образом закону, то решения, которые принимаются, а возможны интерпретации, то интерпретации, которые даются, они чаще всего в пользу той партии, которая правит. Будь то коммунистическая, демократическая, социалистическая или либерал-демократическая. То есть вы считаете, что это правило? То есть нужно нарушить в самом деле серьезно закон, чтобы Конституционный суд дал такое решение, которое бы, скажем, подтвердило бы это. В тех случаях, когда, возможно, повторюсь, интерпретации, интерпретации даются в пользу, ну, более сильной стороны. Это так во многих системах. Это так во многих системах, Фадеи? И то есть получается неправо те, кто в то время говорит, что у нас... Возмущаетесь, когда начинаете возмущаться, как будто... Я задаю вопрос, а вы просто сейчас... Я чувствую, куда вы это поводите. Когда у мужчины нет аргументов, он начинает тут же обращать внимание на эмоциональное состояние женщины. Фадей, объясните, пожалуйста. Давайте первое с начала марта 2016, если я не ошибаюсь, решение Конституционного суда. Если мы помним, то да, но не то, что не было выгодно демократической партии. На тот момент, в принципе, была создана специальная группа, инициативная группа, которая была выгодна платформе, сегодняшней платформе Демида Тиша-Дивер. Если вдруг бы Конституционный суд тогда бы не вынес это решение, которое, в принципе, самое малое зло для демократической партии, то тогда они бы должны были выдать тогда референдум Конституционный специально Андрею Настасову. Тогда вырос бы Андрей Настасову. Я понимаю, что демократическая партия выбрала просто меньшее зло для того, чтобы не вырос Андрей Настасову в марте 2016 года. И это не то, что выгодно социалистам или невыгодно социалистам, а выгодно было демократам, потому что если бы был референдум Конституционный, Андрей Настас просто бы вырос до небес, а демократическая партия просто была бы сожжена Андреем Настасову, я имею в виду с политической точки зрения. Вот поэтому, в принципе, и пошло через этот путь демократическая партия пошла. И не то, чтобы это специально подыграли социалистической партии. Потому что я знаю, как происходило. Нет, вопрос был в другом, Фадей. Вопрос был в других странах. Точно так же прослеживается связь, что вот вердикты конституционного суда... Я понял. Это в ответ на второй элемент по поводу того, что вердикты конституционного судов, в принципе, они идут и исходят из общей линии политики государственных органов. Государственных органов. В государстве, в принципе, конституционный суд ведет ту же политику, в принципе, которая ведет государство. Проблема в Республике Молдова, что у нас политическая линия демократической партии прослеживается в решениях конституционного суда. Но не политическая линия государства. Потому что, в принципе, демократическая партия хочет сказать, как у нас происходит. В принципе, у нас нет государственной линии. У нас есть линия демократической партии. Вот из-за этого у нас и полный хаос, и непонимание, в принципе, решений конституционного суда. Из-за того, что политики, которые находятся при власти, сегодня сделали так, что мы не прослеживаем в принципе государственной политики. Мы прослеживаем исключительно демократической партии политики. Вот из этого и вся проблема. То есть вы тоже среди тех аналитиков, которые говорят, что исходим из того, чего хочет власть. А вот чего хочет власть в данной ситуации, это самый интересный вопрос. Господин Чурец, чего хочет власть в этой ситуации? Я не буду формулировать их желания, исходя из того, о чем они заявляют. В самом деле очень сложно понять пока что линию демократической партии на последующий период, ввиду того, что произойдут определенные изменения и сама структура власти не совсем понятна. Для меня относительно понятно, что демократы остаются, скорее всего, у власти. Я делаю этот прогноз, несмотря на то, что есть такие, которые многие желают в досрочных выборах, хотят, скажем так, выброса демократической партии и с политического олимпа, сбрасывая его с политического олимпа. Но я думаю, что, отвечая напрямую на ваш вопрос, я думаю, что демократическая партия после того, как вместе с кем-то создаст новую власть, они должны будут очень четко и несколько иначе сформулировать свою политическую линию. Ну, понятно, о чем они говорили раньше. Это относительная равноудаленность все-таки от России и от Евросоюза. В этом смысл за Молдову, их лозунга, потому что это означало отказ от геополитики. Полного отказа от геополитики не получилось, это естественно. Они, может быть, даже несколько не ожидали этого, потому что все равно играть в геополитику приходится. И я думаю, исходя из этого элемента, из геополитического начала, они должны будут вновь сформулировать и отредактировать свое видение на последующие 4 года, принимая во внимание и пожелания их партнеров в альянсе. Кто они будут, пока что не очень ясно. Поэтому вы задали, вот так же, как и на прошлой передаче, вы спросили меня про концепцию внешней политики, которой нет, но ее и не было, а вот понимание того, что должно произойти после создания структуры, ее тоже нет, но и нормально, чтобы ее не было, потому что еще нет времени для того, чтобы это написать. Понятно, что демократы хотят продолжить свои проекты, о которых они много говорили. А чего они боятся, господин Чурин? Самый для них такой вот вариант, к которому демократы, ну не то чтобы не готовы, я уверена, что они рассматривают все возможные. А что для них вот самое тяжелое, самое сложное? Самое сложное с точки зрения политологии, это потеря власти. Я понимаю, вот в этих условиях самое тяжелое для них, это досрочные выборы. Это то, что ни одна партия с ними не захочет идти в коалицию. Нет, я думаю, нет. Это то, что придется договариваться, договариваться сейчас в кавычке с некоторыми депутатами, потому что мы знаем, как у нас договариваться, я не в праве сейчас как бы, да, какие-то вещи, значит, детально произносить. Вот что для них самый паршивый сценарий? Ну, паршивый сценарий, это, конечно, определенный альянс против них, созданный извне, из самых злостных противников. Вот это политически... А это возможно? Скорее, ну, процентов на 90 нет, но определенный все-таки шанс на это существует, поэтому этот альянс, я так понимаю, многие хотели бы создать. Есть желающие, претенденты на такую политическую конфигурацию, поэтому, конечно, они опасаются этого, хотя вероятность невелика, поэтому нельзя сказать, что демократы ночами не спят и думают об этом сценарии. Не знаю, как они спят, но то, что они вот еще в ночь выборов, буквально, там столько, вот буквально там половина голосов была обработана, тут же был комментарий, что они готовы к переговорам со всеми. То есть они взяли на себя практически от чего-то функцию той партии, которая лидирует. Они сразу сказали, вот все равно, кто побеждает, но вот мы хотим, и поэтому мы готовы, давайте с нами говорить. Это нормально вообще? О каких страхах демократов это говорит? Вот я уверен в одном, что вот партия демократов очень сильно боится досрочных выборов без админресурса. Это самое страшное, в принципе, что может произойти. То, что они представляют себя как лидирующими, как лидерами, выступают как, по-моему, инициаторами переговоров, ну, в принципе, партия демократов действует на это. Берешь на ты человека. В принципе, они очень подкованы политически, как я понимаю, не только политически, но и юридически, потому что у них есть сегодня админресурс, им дает возможность давления, разные инструменты нетранспарентные использовать, которые, в принципе, приводят к тому, что подводят разные партии, если не партии разных депутатов из этих партий, для этого переговора. Но я понимаю, что, в принципе, не все ладно, не все слажено, исходя из того, что все-таки было вот сегодняшнее это обращение Сергея Сырбу в Конституционный суд. Это очень символично для меня, вот это обращение в Конституционный суд. То есть вы считаете, что это обращение нужно понимать как то, что власть страхуется. Элементарно. То есть они переживают за исход, они переживают за тот период, когда будет передача власти от одного правительства к другому, они не уверены в том, что они смогут контролировать ситуацию, и поэтому они придумали то, что они делают всегда. Они, в принципе, попытаются играть с законом. Вы читали эти инициативы? Ну, вы срезюмировали как-то так, как вам выгодно. Спортите со мной, выдвигайте свою точку зрения. Я не совсем согласен с этим. Мне кажется, что ввиду того, что приближается переговорный процесс, мы же не знаем, как Конституционный суд решит по данному запросу Сырбу. Но мы же знаем, в то же время мы сейчас с вами только что говорили о том, что Конституционный суд, как правило, принимает точку зрения правящей партии. Но мы не знаем, в чем намерение демократической партии, мы это и обсуждаем. Возможно, намерение было не в том, чтобы Конституционный суд подтвердил вот эти какие-то спецполномочия правительства на длительный период, а возможно, это было намерение в том, чтобы предупредить тех уважаемых коллег, будущих коллег, партнеров по Альянсу, что нет смысла затягивать переговорный процесс, что стоило бы все-таки его начать быстрее и не думать о досрочных выборах, потому что возможны варианты, возможны варианты. И все эти варианты, как это ни странно, но более-менее в пользу демократической партии. Поэтому давайте думать о народе и договоримся быстро. Вот понимаете, за что мне нравится Корнелию Чуре, он сказал, давайте, если все намерение демократической партии, если выполнять демократической партии, это значит думать о народе. В конце, в конце. Там сначала свои намерения. Мы так в конце резюмировали, что если делать так, как демократическая партия, это мысли о народе. Во-первых, я это прошу вас. Не всегда, но... А, все-таки не всегда. Не всегда, но... Хорошо. Но это тоже должно подразумеваться. Мы улыбались, когда Корнелию говорил о том, что мы не знаем о истинных мотивах, и о том, что это как бы знак непредупреждения. Какое вы слово сказали? Помогите, чтобы я точно формулировала. Как бы сигнал. Сигнал. О том, что необходимо с демократами. Мне понравилась искренность Корнелия по поводу вот этого умного заключения. Потому что, на самом деле, я тоже считаю, что это символичное обращение, которое, в принципе, должно предупредить электоральных конкурентов, политиков, по поводу того, что не думайте, что мы без админа ресурса готовы идти на досрочные выборы. Вот, в принципе, у нас есть такое обращение, которое, если что, Конституционный суд сделает нам специальное решение, которое даст полномочия законодательной правительству Республики Молдова. А если даст законодательные полномочия, тогда он даст и дополнительные полномочия на снятие иммунитета, если понадобится. То есть депутаты должны бояться того, что в рамках этого решения правительство снимет иммунитет, и по случайному, конечно, случайному стечению обстоятельств это будут те депутаты, которыми демократы говорят. Я понимаю, что это знак не только для внутреннего обывателя, но и включая для наших внешних партнеров, чтобы те убедили все-таки своих, как это, конкурентов, которые поддерживали протяжер, что лучше делать Альянс, а то иначе может быть похуже ситуация. В принципе, я так понимаю. Этот инструмент, я не знаю, с юридической точки зрения, оно мне не нравится, но с политической точки зрения вот эти формы давления, как я понимаю, они допустимы. Я не знаю, если они допустимы, но я пока есть это обращение. Это не то, чтобы допустимы, а не эффективны. Я бы сказала. Аффективно. Вот. Мне так больше нравится, что допустимы, недопустимы. Тут есть вопросы, и вопросы эти сегодня возникали весь день, после того, как рано пришла эта новость. Очень многое мы дискутировали. Давайте так вот, чтобы мы нашим зрителям попытались объяснить просто. Какие органические законы за это время могут протолкнуть представители этого правительства? Вот они говорят, мы хотим, чтобы у нас была такая вот функция. Функция ничего себе, а законодательная. Хотим органические законы принимать. Какие? Ну, первое, что мне приходит на ум, это, конечно, электоральный кодекс. Менять его нельзя, но ввиду того, что последовали определенные предупреждения и как бы замечания со стороны наблюдателей, то, в принципе, можно заняться и электоральным кодексом, его исправить, улучшить в зависимости от... А в чью пользу? Ну, вот это уже мы будем потом обсуждать, когда это произойдет, потому что мы же не знаем, что у них... То есть мы даже не можем догадаться, в чью пользу будут эти изменения. Ну, например, вот появились претензии по Приднестровью. Вот вы думаете всегда почему-то о чем-то плохом. Давайте подумаем о хорошем. Да что вы, разве я могу? По Приднестровью возникли определенные претензии. Почему бы не попробовать? Хотя я, честно, не знаю, но, наверное, юристы понимают, это лучше. Почему бы не исправить это все и как-то найти какие-то решения? Если у них есть эти решения, то они могут это сделать до следующих выборов, если они будут досрочны. То есть электоральный кодекс... То есть все равно досрочный, получается, могут готовиться? ...органический, и, конечно, его можно исправить. Что касается судебной системы, прокуроров и так далее, я, честно говоря, не очень вникаю в эти темы. Я думаю, господин Нагачевский лучше их знает, и он может подсказать, какие еще из этой области законы могут быть изменены. Можно уточнение одно? Очень важное. Вот эти органические законы, которые допускают, сможет принимать правительство, вот эти законы, они будут направлены на досрочные выборы, если вдруг они состоятся, на укрепление позиций в тех областях, в котором правящая партия может априори нуждаться. Да? Нет? Не знаю. Вот мне кажется, мы как-то немножко заостряем этот момент. В принципе, демократы получили хорошие результаты без каких-то изменений. В случае, если произойдут эти досрочные выборы, то, скорее всего, они будут организованы после все-таки настойчивых предложений к демократической партии другим партнерам их все-таки создать большинство. Поэтому мне не кажется, что демократическая партия будет сильно нуждаться в каких-то дополнительных преимуществах. Сейчас приведу пример, почему может нуждаться в каких-то преимуществах. Вот, например, господин Нагачевский. Могут они принять за это время какие-то законы, которые позволят обойти нежелание президента, подписывать документы, связанные с избирательной кампанией, с итогами выборов, с выдвижением на пост премьер-министра. Ведь президент, например, вот я так обобщаю, но президент сказал, что если ко мне придут с этой коалиции, выдвинут премьера, что не между партиями, не между фракциями, а понадерганные депутаты, мы знаем по каким, он, например, заранее говорит, я не хочу. Так вот, могут ли они принять какие-то законы сейчас заранее, ограничивающие права главы государства? У него и так права все ограничены. Ну вы же понимаете, что нет предела, если демократы попытаются... Для этого им хватает решения конституционного суда. Есть конституционный суд. В принципе, то, что они сейчас, если и сделают это, наделив правительство с властями и полномочиями парламента, в принципе, это для того, чтобы прогарантировать, что админный ресурс дальше под твоим контролем. Сегодня, если, скажем, завтра, вот теоретически, завтра конституционный суд валидирует все мандаты, правительство не имеет больше компетенции, оно является правительством индемиссий, в таком случае весь админный ресурс, он, в принципе, уже находится в состоянии невесомости, непредсказуемости. Непонятно, как будут уже дергаться даже те премари с территории, потому что правительство уже не принадлежит, скажем, партии власти. Тут парламент, уже совсем другие депутаты, у них свой иммунитет, еще нету созданного большинства. И, исходя из этого, в принципе, это решение, если наделить такими властями правительство республики Молдова, это гарантия контроля админного ресурса. Больше ничего. Да не надо им менять электоральный кодек, ничего не надо менять. Сделать еще раз выборы на тех же условиях и по тем же правилам. Что им нужно было? Они все сделали, в принципе. 150 тысяч аннулированных голосов есть? Есть. По дополнительным спискам непонятно, сколько проголосовали? Проголосовали. Коррумтированные избиратели есть? Есть. Я вам отвечу, господин Могачевский, могли ли вы предположить еще вчера, например, что у нас правительство, которое исполнительная власть, как правило, будет просить для себя полномочий законодатель. Но она не просила. Ну как не просит? Вот Серджио Сырбу красивенько образуются. Вы поймите, могли ли вы такое представить? Вот кто-то мне сказал, что это предсказуемо. Может быть, политически оно предсказуемо, но юридически это полный нонсенс. Но это невозможно. Вот скажите мне, как отключить парламент и дать правительству парламентские полномочия? Я понимаю, что можно отключить правительство и дать дополнительные полномочия парламенту на какой-то период, скажем. Что случается? Даже если ликвидируется парламент, то они все равно же остаются, но есть процедура вот этих экстренных принятий определенных законов, когда берет правительство на себя ответственность на определенный период, и потом парламент должен это как бы подтвердить задним числом. Да, все равно за парламентом он сохраняется. Нет, это важный нюанс. И при этом оно сразу готово уйти в отставку, если, вы знаете, с этим... 24 часа, но для этого должен быть функциональный парламент, который может отреагировать. Не рисковать, а просто-напросто. Давайте вот мы будем теперь парламентом. Ну, видели, запрос сформулирован в трех пунктах, насколько я помню, и там так, пусть Конституционный суд выскажется, вправе ли или нет. Вот он может ответить, я, честно говоря, не знаю, но мне, конечно, с юридической точки зрения это звучит немножко странновато, что правительство берет на себя. Но, видите, там интересно поставлен вопрос. В случаях кризисных, вот примерно так, когда на долгое, на длительное время парламент не функционирует, и вдруг возникают какие-то кризисные моменты. Вот в таких экстренных случаях может ли правительство получить вот эти дополнительные полномочия? И здесь, ну, как бы, Конституционный суд может и подумать. Корнелий, давайте я вам так скажу. Вот кризисные ситуации, они, в принципе, что сказали? Что вот правительство утверждает закон о бюджете. Да, и это компетенция правительства. Ну, в принципе, у нас в законе о бюджете написано, что если подтверждается один закон, то действует старый закон, тут есть гарантия. Второе, если мы говорим о том, что парламент не действует, он еще сказал, что один раз парламент можно досрочные выборы назначать, только один раз в год. Отключай норму, которая запрещает ликвидировать парламента два и три раза в год. А зачем делать, отбирать у парламента, в принципе, голоса, для того, чтобы правительство имело возможность работать как парламент? Это первое. И второе. Вот самое интересное, что я исхожу, вот, в принципе, правительство уходит в отставку сразу. Вот в понедельник решение Конституционного суду, оно уходит в отставку, исходя из логики Сережи, что она, Сергея Сырова, что оно должно происходить. Два месяца мы ждем, она находится в отставке, где-то в стендбайе находится правительство два-три месяца. Но она работает как бы. Но она не имеет права на административную. Она не имеет права делать законы. Ничего, просто административные растраты. И через два месяца, на момент, как президент назначает досрочные выборы, либо ЦИК, кто там сейчас компетентный, вдруг реактивируется, правительство, которое не работало два месяца, и начинает выдавать законы на период, как на избирательную кампанию. Это ненормально. В принципе, эти депутаты, которые входят в избирательную гонку, они являются депутатами до следующего выбора. Их никто не убирает с парламента. Господин Магачевский, я, не будучи юристом, конечно, вы лучше чувствуете эти моменты, но могу как-то предвидеть, вот в какой коле может идти размышление Конституционного суда. Да, по сути, правительство является административно, выполняет административные функции на период, когда, вот такой транзитный период. Но могут быть определенные моменты, ну, экстренные какие-то, что-то, необычное, которое бы произошло. И в этом случае можно предположить, что правительство может получить какие-то дополнительные, форс-мажорные какие-то ситуации. И, может быть, даже вот война, не приведи Господь. Вот война, война, да. Хотя, война, понятно. Ну да, вот, или какой-то там, скажем, что-то, природное явление, какой-то, катаклизмы. Вот в таких случаях какие-то определенные полномочия для правительства в форс-мажорных ситуациях. Может быть, так можно. Смотрите, как господин Сырбук, вот какой он у нас подготовленный депутат. Он даже единственный, кто думает, а если завтра война. А если, не дай бог. Есть один момент, мы должны понимать, что даже если не избирается премьер-министр, парламент, он все равно может работать дальше. Зачем убирать от парламента вот эти компетенции и передавать правительству? Тогда утверди за парламентом, что если вдруг... То есть они могут начать вычаянивать Вы скажите, что вот парламент имеет право делать и дальше органические законы, но не отбирать от парламента и давать правительству вот эти компетенции, а подтверждать на этот период парламенту дополнительные компетенции. Это является парламентская республика. Чрезвычайное заседание. Нет, но парламент же не функционален. Почему не функционален? Там не избранные... При войне я понимаю, что при войне я уверен, что все соберутся и проголосуют. О чем мы говорим? но если так... Но они же есть, эти депутаты, они не умерли, они просто не избавили господина Чурина убедили, осталось убедить господина Сырбу. И может быть в убеждении господина Сырбу важным моментом будет пример, я не знаю, из международного права. Есть ли в других странах вообще когда-то? Было ли господин Нагачевский? Что бы вот так было? Ну, давайте без Луны. Давайте на Землю. Ну, я не знаю, в демократических странах я не слышал про такие ситуации. Я не знаю, ну, Конституционный суд нам покажет, я думаю, статистику. Я начинаю думать, что в других странах не думают о войне. А у нас вот, у нас прием. не думают о войне, чтобы правительство работало за парламентом. Ну, господин Сырбу думает об этом. Вы, Ехидь, я же с самого начала сказал, с моей точки зрения, в чем замысел. Вы развили другую тему и меня затащили туда, и теперь делаете выводы как бы в свою пользу. Хотя я как бы не считаю... Да, боже упасимая польза. Я рассматриваю инициативу господина Сырбу. Ну, вот. Мне кажется, что, во-первых, конечно, эта инициатива свежа, и я еще не успел как бы проверить все источники и узнать, есть ли такие примеры в других странах или нет. Но раз у депутата появился интерес, почему бы не отправить этот запрос в Конституционный суд? Пусть в Конституционный суд выскажется. Да, вот на самом деле, ну, я призвала бы не расслабляться, потому что, знаете, вот есть у нас история решений Конституционного суда. Вот когда приняли решение, в результате которого господин Филат не смог баллотироваться на пост премьера, вот все были расслаблены. Знаете, никто не думал, что Конституционный суд вот сегодня примет такое решение, из-за которого завтра у нас перевернется вся наша, значит, политическая, я не знаю, ну, не скажу, система, но ситуация точно тогда изменилась. Дмила, тогда можно было еще предугадать. Там еще есть адекватное аргументирование. что нужно обращать внимание на эти вещи, потому что, я же говорю, вот тогда никто не обратил внимания. Так все это было, прежде всего, господин Филат, да, он был уверен, что вот, вот оно, рядом. Раз была написана такая инициатива, конечно, причем в такой деликатный период, то, конечно, на это нужно обращать внимание и нужно понять, почему она появилась. И поэтому я, конечно, приветствую эту беседу и обмен мнениями. Просто мне кажется, что пока что как-то очень сильно быть озабоченным вот этим моментом не следует, потому что идет процесс. Это будет важно, если Конституционный суд в самом деле решит по этому поводу, даст какое-то объяснение, и тогда уже мы будем исходить из этого. Ну, это разумно. Знаете, какая фишка тут? Это запросы интерпретации. Вот этот запросы интерпретации выдаются никто, никто ничего никогда не будет знать, когда он был выдан. В принципе, его можно сегодня написать, держишь там в карманчике, если вдруг видишь, что кто-то не сидит нормально на стуле, то в таком случае вытаскиваешь это решение и говоришь, а вот и уже есть вынесено решение. Не публикуй ее на сайт Конституционного суда. Мы даже не можем знать, а там было новое решение. Ты бы к тому, что возможно это раньше было всего. Нет, я могу сказать, что сегодня оно может быть уже вынесено. Мы сидим, сейчас и общаемся, может быть оно не вынесется, может быть через месяц оно уже должно быть уже провозглашено. Ну тогда вообще. Потому что это вот именно элемент непредсказуемости оно работает. Это тогда будет, да. Я думаю, что это будет таким сюрпризом для очень многих. Это же молдавская политика. Да, соглашусь. Я, вы хотите что-то сказать, или я вопрос могу задавать? Я хотела бы еще вас попросить высказаться на тему, которая волнует очень многих. Я не буду сейчас вас мучить вариантами коалиции. Уже все давно все выучили. Кто с кем, а главное против кого. У нас так коалиции формируются. Но все-таки прокомментировать тот момент, о котором говорят как о не очень моральном, моральном, если хотите, с этической точки зрения непозволительным. Я не знаю, это если все-таки демократы пойдут по этому пути, что они вот такими предупреждениями, как вы говорите, склонят многих депутатов к тому, чтобы поучаствовать в правящей коалиции. То есть мы не увидим вот этого фракция, 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 там вот эти независимые. То есть мы увидим, что чуть-чуть оттуда, чуть-чуть оттуда и чуть-чуть оттуда. Я что хочу сказать. У нас никто практически не верит, что эти переходы очень бескорыстные. Я права, господин Чуре? Вот после того, как ушли 14 депутатов, ни одной статьи не считало, что эти люди вдруг прозрели. Все писали суммы, не будем сейчас их озвучивать, потому что, как говорится, не видели, не завидуйте, господин Чуре, вы можете попытаться. Так все-таки. А я как раз совершенно не завидую и не хочу даже пытаться. Ну вот сейчас, что же вы сейчас скажете? Конечно. Ну вот если серьезно, не уходите сейчас от ответа. Скажите, пожалуйста, вот эти варианты. Вы имеете в виду фрагментирования партии и демократической партии? Это называют фрагментированием, и это ваше право, но очень многие называют это покупкой голосов. Ну, неважно, говорите о фрагментировании. Да, потому что покупка, подкуп голосов нужно доказывать. Конечно. Причем убедительными доказательствами. Теперь было уже сказано. С одной стороны, это, конечно, моральный аргумент. Это некрасиво, об этом говорил господин Дадон. Неэтично, понимаете ли, А вы согласны, что это неэтично? Я политолог. Я вам сказал, что главная проблема в политике это потеря власти. То есть, если исходить из этой сильной мотивации политиков, ее понимать и с этим соглашаться, я должен с этим соглашаться, то я считаю, что этот этичный, неэтичный аргумент, он не функционирует в реальной политике. А у нас реальная политика. Поэтому у нас, у тех, которые этим занимаются, мы ее просто обсуждаем. Поэтому другой аргумент, есть юридический, о которой тоже такой, но он есть. Я понимаю, да. Это аргумент Влада Чеботаря, который говорил о том, что депутат формально, он не представляет в парламенте партию. Он в парламенте представляет народ, который его избрал. Поэтому является ли он членом какой-то партии, ушел он из этой партии и пошел в другую, это не принципиально с юридической точки зрения и с точки зрения юридического понимания суверенитета и носителей суверенитета депутатов. Вот это юридический аргумент. А как полагается, вот те, кто будут следить за этим, будут выдавать свои вердикты по поводу коалиции? Ну, помню, вот самое яркое, это когда Виктория Нуланд, помните, да, когда все говорили, что вот сейчас в ее руках, что она скажет по поводу того, что когда ночное правительство, значит, Филиппа было, все ждали, вот что это было важно. И все, вот скажите, пожалуйста, они будут приветствовать вот этот факт, вот как вы говорите, фрагментирование? Либо они... Отвечу вам в моем же ключе. Они будут это приветствовать или не приветствовать, исходя из их интересов. Если там те, которые фрагментируют, это их гады, или как говорят, их сволочи, потому что обычно говорят сукин сын. Да, сукин сын, ну, примерно то же самое. Все-таки разное немножечко, да. То они будут это приветствовать. Если это не их сукин сын, тогда они будут критиковать и приводить в мораль. То есть вы не хотите говорить, что вот у нас в стране опять появится правящая коалиция людей, которых в результате, вот люди будут же понимать, как она была сформирована, и очень многие опять будут говорить нелегитимный парламент, нелегитимный парламент. Те, которые останутся обиженными, они будут использовать... Нет, не обязательно те, которые обижены. Ну, как? Будут критиковать, что нелегитимные. Потому что они окажутся вне этого парламента, и они будут... А, вы полагаете, и они будут критиковать, говорить о нелегитимности. Конечно. Но мы это будем воспринимать очень спокойно. Мы будем понимать, что они остались не у дел, у разбитого корыта. Как бы их... Хотя, если у них нет и права еще и жаловаться, отобрать у них, то это вообще... Завидовать будут. Пожалуйста, господин Ногачевский. Ваши комментарии. Уходим уже в душе время. Если мое мнение, то я могу сказать, что в принципе демократическая партия не думает, что очень заинтересована рвать какие-то мандаты. Почему? Потому что сколько уже? Три года они мучаются легитимизировать себя из-за того, что они сделали вот эту формулу, использовали эту формулу для того, чтобы создали актуальное большинство. Поэтому я думаю, что они... А как они мучаются? Можно я узнаю? Ну, все равно на международном уровне есть много критиков против Республики Молдова по поводу того, что были коррумпированы депутаты на территории Республики Молдова. Очень много дискуссий. То есть все-таки имеет значение? Абсолютно. Господин Чурик говорит, если будут в их пользу, то нет. Ну, он исходит из принципа реал-политика. Это нормально. В принципе, это как исключительный случай, и они могут дойти и до этого. Но я думаю, что они попытаются все-таки сделать альянс с одной партией, с какой-то партией. Один, два, три партии. Потому что это для легитимности намного красивее смотрится. И это, в принципе, это является и стабильностью все, что угодно. Это тоже важно. Правда, господин Чуря. А Россия, между прочим... О, вот спасибо, что напомнили. Напомнили? Вы мне дали, да. Я вот под завершением могу сказать. Сегодня было два комментария со стороны России и со стороны Соединенных Штатов. Россия сегодня сказала так, что Россия намерена сотрудничать конструктивно с новой парламентом Молдовы. Американцы сказали сразу, они сказали, должны сформировать правительство в самые кратчайшие сроки. Вот злючка. То есть, понимаете, даже не подвергли сомнения. Может, нас в парламент мандаты не признают, понимаете? А ЦУ уже есть, господин Чуря. Поэтому вот мне кажется, что... ЦУ, что в кратке... Военная стабильность. Да. И все исключено. Думают о заботе, заботятся о нашей войне. Да, да, да. И тоже переживают, чтобы не было войны, как с Вербой Крымой. Я благодарю вас за участие в этом эфире. Мне показалось, что мы сегодня говорили с юмором о серьезных вещах, что не умаляет все-таки серьезности темы, потому что нам всем важно, что будет происходить в Молдове, в нашей с вами любимой Молдове. Спасибо вам большое. Вы смотрели программу «Дел в принципе». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»